Златоустовская Уралочка Путь к четверке финалистов для местных ватерполисток окажется сложнее. В отличие от лидеров группового этапа, которые напрямую попали в полуфинал, «Уралочкам» предстояло отыграть еще две четвертьфинальные встречи. Соперницами в серии из двух матчей для златоустовской «Уралочки» стали ватерполистки казахстанской Аиша Биби. Оппонентки, что называется, с характером. В число призеров чемпионата или Кубка страны они не попадали ни разу, но хорошо известно умением бороться до последней секунды. Впрочем, и златоустовские девушки сильны именно боевым духом, что и доказали уже в первой игре. На своей площадке «Уралочка» была настроена не просто победить, а выиграть так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в превосходстве хозяек акватории. Впечатляющая победа златоустовских ватерполисток 17-7 стала хорошим заделом перед второй встречей. Второй матч четвертьфинала чемпионата страны между «Уралочкой» и Аиша Биби получился куда напряженнее. Сказались и нервное напряжение, и физическая усталость. Мяч, заброшенный «Уралочкой» в начале встречи, так и остался единственным до конца первого периода. Тяжелая вязкая борьба продолжалась почти всю первую половину игры. Впрочем, «Уралочке» все же удалось переломить ситуацию на площадке. 14-11 в пользу «Уралочки» такой счет зафиксировала финальная сирена после окончания встречи. Две победы в двух матчах обеспечили златоустовской команде выход в полуфинал чемпионата страны и борьбу за медали нынешнего сезона. На данный момент известны три участника одной второй финала из четырех – Кирижский кинов-сургут «Нефтегаз», Ханты-Мансийская «Югра» и Златоустовская «Уралочка». Еще одна команда определится после серии из двух матчей между московским «Скифом» и волгоградским «Спартаком». Полуфинальные встречи пройдут с 27 по 29 марта и с 3 по 5 апреля.